Доброго вам утра, зрители СтопГеймРу! Здорово же, когда рекламная кампания игры состоит не из одних пафосных трейлеров, но еще и забавными роликами с придумкой какой-нибудь радует. Особенно приятно, когда подобным занимаются не отбитые, в хорошем смысле, деволверы, а большие и серьезные вроде бы издатели, вроде Ubisoft. Вот во Far Cry 6 с нормальными оружейными супермаркетами беда. Собирать огнестрел приходится из того, что под ногами валяется. Поэтому познакомить с арсеналом главного героя нас решили посредством череды коротких роликов «Не пытайтесь это повторить», в которых неугомонный Ричард изо всех сил старается сотворить нечто убойное и впечатляющее. Но не пытайтесь это повторить, даже в видео каждая его затея обращивается не самым удачным образом. Из будущих игровых устройств нам показали турель Барракуда, гвоздевой пистолет Эль Сусура, реактивный ранец Фуриоса и огнемет Тастадор. В самом боевике появятся и другие самопальные приборы, и более привычные стволы. Проверить, насколько удачливее бедолаги Ричарда окажетесь вы, можно будет с 7 октября, когда состоится релиз игры. Идет уже третий день июня, и вы могли заметить, как логотипы крупных компаний один за другим принимают радужную окраску. Это они отмечают месяц гордости в тех странах, где подобное не преследуется по закону. По такому поводу студия Don't Not решила бесплатно раздать свою видеоигровую драму Tell Me Why. Она как раз повествует о проблемах ЛГБТ, Кеа плюс сообщества. Испробовать этот проект безвозмездно можно было и раньше, но только в рамках первого эпизода. Теперь же желающие могут пройти все три главы, если проживают не в России, где игра официально недоступна. Но нет преграды ищущим. В некоторых магазинах, например у Microsoft, притвориться иностранцам можно лишь выбрав в меню другой регион. Но то, чтобы отыскать нужную менюшку, у вас осталось всего 27 дней. А что там нового в мире игрового железа? Тут на сцену выходит наш сегодняшний спонсор, компания Asus с ноутбуками Republic of Gamers. Вот свежая модель ROG Zephyrus Duo 15 SE обладает сразу двумя экранами. Кроме большого основного, есть еще вспомогательный, на котором можно открыть YouTube и инфакт, например, запустить, пока в каком-нибудь open world вышки зачищаете. А тем, кто на ноутбуках работает, не надо объяснять, насколько удобно вынести на отдельную панель окно инструментов или там рабочий чат. Чтобы картинка на обоих дисплеях была плавной и приятной глазу, в корпус встроен мощный моторчик. В максимальной комплектации это видеокарта GeForce RTX 3080 для ноутбуков. Соответственно, ноутбук поддерживает все фишки нового поколения Nvidia. Технологию DLSS, дающую прирост производительности до двух раз, Ray Tracing, прокачивающую игровой свет и многие другие. Начинка при этом подобрана так, чтобы ноутбук оставался легким и компактным. Про внешний вид можно ничего и не говорить, стильный дизайн вы видите сами. Ознакомиться со всеми подробностями, а также приобрести ноутбук можно по ссылке в описании. Вчера мы говорили о том, что Союз Мультфильм намерен заняться играми для мобильных устройств, а тут вот смешарики нанесли внезапный удар в самое святое – Майнкрафт. В честь 18-летия сериала там был открыт тематический сервер, где можно посетить Ромашковую долину, а также музей с секретами создания мультфильма и демонстрации образов персонажей в разные годы. По случаю дня рождения дадут и салют праздничный пустить. Для этого надо только взобраться на самый верх карты по построенной трассе. Всех заинтересованных отправляю в новость на нашем сайте, там и ссылочки нужно отыщаться. Черная туча идет на мир видеоигр. Откуда она наползает? Да, от Роскомнадзора Вестима. Дочерняя организация этого ведомства под названием «Главный радиочастотный центр» предлагает распространить на игровые реальности действия печально известного закона Яровой. По мнению этой конторы, некоторые игры, вроде Among Us и Fortnite, становятся этакими соцсетями, потому что пользователи общаются там при помощи текстовых и голосовых чатов. А значит, сгубят они неокрепшие умы и станут рассадниками терроризма до экстремизма. А еще, как выяснилось, существует целый рынок внутриигровых валют, лутбоксов и донатов на стримах. Значит, деньги там могут незаконно отмываться. Теми же террористами из чатов. Для разработчиков предложенное дополнительное регулирование означает необходимость хранить сообщения и переписки. Как поступят в таком случае игроделы? Да просто отрубят возможность общения, предполагает продюсер игровой компании PIXONIC. Дескать, слишком сложен и дорог такой контроль. Более того, прецеденты есть. Для российских геймеров уже отключили голосовой чат Valorant, именно что по причине неопределенности в нормативно-правовой среде. Ждем дальнейшего развития событий. Срочно нужна какая-нибудь милота. И немного есть ее у нас. Существует в Mass Effect 3 маленькая пасхалочка, которую, если верить интернету, за все эти годы никто не обнаружил. До самого выхода переиздания. Стоит Шепарду пробежать по правильному маршруту среди солнечных батарей, как неподалеку появится маленький марсоходик, подъедет к командору и кивнет своей механической головой. Десять лет он ждал, пока кто-нибудь нащупает верный путь. И вот дождался. Снова не к самому веселому. Скоро пройдет уже половина 2021 года, да самому не верится, а про новый год о вор, как было известно до обидного мало, так и остается. В этом свете многие уже начали сомневаться, что игра выйдет в этом году, и не напрасно. Глава PlayStation Studios Хермен Хюльст подствердил, что следующая история про бога войны появится не раньше 2022-го. Более того, не успеть в этот год может и Horizon Forbidden West. Разработчики очень стараются и биться будут до последнего, но вы знаете, пандемия, будь она не ладно. Прискорбно, но зато к релизу может все желающие хотя бы пятую PlayStation заполучить успеют. Хотя в ту же God of War и на четвертой сыграть получится. Это тоже из беседы с Хюльстом стало известно. Netflix в последнее время взялся за столько видеоигровых проектов, что проведет целое шоу по грядущим оклогеймерским сериалам. Пройдет оно 11 июня онлайн в рамках презентации Geek2Week. Ведущим выступит сам Джефф Килли, и мы совершенно точно узнаем что-то новое о сериале по Cuphead и Resident Evil. Остальное — наши домыслы. Но очень уж формат напрашивается представление мультсериалов по Сонику, Splinter Cell, Cyberpunk, Tomb Raider, Assassin's Creed, по последней франшизе еще и проект с живыми актерами, а также сериал по Final Fantasy XIV, и фильмы, посвященные The Division и Beyond Good and Evil. Плюс про Ведьмака наверняка что-то расскажут. Ох, жаркий будет месяц, там же еще Е3 на горизонте. Чтобы не потеряться в пляске событий, заходите на сайт stopgame.ru. Сегодня там не так много громких новостей, но можете почитать превью Sherlock Holmes Chapter 1 от Кирилла Волошина. И это было все на сегодня. Пока и хорошего вам дня.